15 серия пути бомжа в вай сити мы уже имеем солидный баланс который нам необходимо умножать для выполнения наших целей помните в восьмой серии я пытался работать доставщиком пиццы но работа была жутко бага на так вот разрабы нас услышали и вроде как все починили ну а мне очень интересно посмотреть там заработки лечу в центр занятости тут устраиваемся на развозчика и нужно нам для этого 10 уровень чиню тачку и в этот момент у меня чуть ли ее не угоняют в gps ставлю метку пиццерия находится если что на правом берегу подбегаю на синий пикап и на мое удивление меня уже не кикает а это означает что все вроде должно работать наша задача доставлять пиццу заказчиком ботом которые отмечены красным флажком на карте в этот раз на карте они действительно появляются и сам бот npc тоже стоит вот он ждет бросаем ему пиццу в лицо на кнопку аж предварительно полностью остановившись вот сразу исчезает и наш уровень сразу тоже повышается и появляется еще два клиента на карте таким образом с каждым новым уровнем работы заказчиков становится больше а на каждый уровень нам дается по 5 минут по пути выгружаю тойоту чтобы не капал налог и дрюкаю стрелочку вверх чтобы скутер летел как метеорит кто тоже знает бак со скутером ставьте лайк но даже с таким раскладом ехать довольно долго и времени уж слишком прям мало в этот раз клиент у нас мертвые да это никак нам не мешает по зарплате за каждую доставленную пиццу мы получаем по 40 баксов которые умножаются на уровень доставки ну а в наш скутер максимум помещается 6 пиц поэтому ни в коем случае нельзя промахиваться как я это делаю с третьим клиентом время у меня вышло заработал я всего лишь 200 баксов и меня как собаку выкидывают на улицу ну и что это за фигня вообще теперь добирайся как хочешь сначала бежу пешочком по дороге ловлю такси доезжаю сначала до почты чтобы халявную взять тачку но тут очередь поэтому едем до отеля за моей общее за проезд не вышло 700 баксов и наша дашка еще и чай просит говорю какой блин чай тут таксисты майами все миллионеры в общем еду обратно и начинаю выполнять заказы доставляю первую пиццу далее вторую у меня остается еще две с половиной минуты отвожу третью пиццу левел у нас уже 3 а времени больше то не дают и каким образом за полторы минуты я хрен пойми куда должен доставлять аж три пиццы успеваю все таки завести еще одну ну а на остальные тупо не хватает времени и работа автоматом завершается зарабатываю я за 4 пиццы 320 баксов в общем тут все понятно работу хоть и пофиксили но как бы и не пофиксили и потому что время за уровне нам не начисляю и если бы тут все работало как надо то на десятом уровне мы за одну пиццу получали бы по 400 баксов такое себе конечно удовольствие но как для разнообразия пойдет ну а я с полыхающей жопой сейчас вам покажу топовую альтернативу о которой многие знают центре занятости устраиваюсь на погрузчика и между прочим там два свободных места быстренько добираемся устраиваемся и впервые у меня забагались вилки нумпад никак не реагирует вообще и пропал он ху перезахожу а тут свободных мест уже тюти встречаю тут прям очень много подписчиков со всеми здоровую скринюсь вижу что заспавнилась рабочая машинка по быстренькому устраиваемся цепляю первый ящик а вот выгрузить его никак не получается так как перед нашей выгрузкой заспавнились новые и в общем ничего делать не нужно просто стоим и ждем обновление этих ящиков и ставим на место такое честно вам скажу происходит редко и за вот такую быстренькую манипуляцию мы получаем 480 баксов фиксировано думаю теперь понимаете что такое имба поработал тут ровно 10 минут за которые отвез 7 ящиков заканчиваю работу и получаю запешку 3360 кушаю еду снова релогу из еду на центральный рынок так как пора бы уже продать наши эти ларцы толпе кричу в лужу о продаже ларцов хэллоуина спустя минут пять подбежал покупатель нора лоренцо спрашивает сколько у меня штук говорю 117 и он предлагает аж 10 тысяч за штучку конечно соглашаемся цена то понятно так как их сейчас вообще нигде не достать говорит что скупает он эти ларцы для ролика про открытие и оказывается это братишка ютубер норик сначала подумал что это просто фейк совершаем с ним обмен выходят они на 1 миллион 170 тысяч чистыми получаю 1 миллион сто пятьдесят восемь остальное сожрала комиссия он меня еще между прочим поблагодарил за это да это тебе спасибо бро на балансе у меня три миллиона триста семьдесят восемь тысяч и в следующей серии будет прям очень интересно